Производство керамической посуды не требует глобального завоевания рынка в масштабах страны, поскольку это не рентабельно. А небольшая мастерская, производящая дизайнерскую посуду, будет приносить стабильную прибыль при правильной организации бизнеса. Основное здесь – соответствие современным тенденциям и качество продукции. Для изготовления керамической посуды используются три материала. Это керамика, фарфор, а также распространенный фаянс. Все это – варианты керамики, отличающиеся технологией и рецептурой. Керамическую посуду получают с пеканием глин, с добавками и неорганическими соединениями. Это наиболее простая технология. Более сложные имеют фаянс и фарфор. Ассортимент предприятия не должен превышать 20-30 позиций. Самыми продаваемыми являются тарелки и чашки. Обновлять ассортимент следует регулярно. Технология производства посуды зависит от ее вида. Обобщенно процесс включает подготовку сырья и рабочей массы, первичное затвердевание, глазирование, нанесение рисунка и обжиг. Технология изготовления подбирается индивидуально. Определяется номенклатура и нанимается технолог. Минимальный перечень оборудования для малой мастерской включает шаровую мельницу – 5000 долларов, формовочную установку – до 5000, глиномялку – 5-7 тысяч долларов, заливочные столы – 2000 каждый, компрессорное оборудование – 2000, магнитный сепаратор – 1000 долларов, лабораторную мельницу – 2000, мешалки – около 650 долларов, модельный станок – 3000, сепараторы от стойника – 600, ручной или автоматический раскатчик глины – от 500 до 2500 долларов, скульптурные станки – от 250 до 360 долларов, терморегуляторы печей – от 500 до 1000 долларов, сушильные шкафы – от 500 до 1600. Для комплектации мастерской оборудованием необходимо 40 тысяч долларов. Кроме этого, нужны средства на регистрацию, сертификацию, аренду помещения, коммунальные платежи и зарплату – а это еще 25 тысяч долларов. При наличии рынков сбыта предприятие купится за 3 года. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.